здравствуйте дорогие друзья сейчас мы с вами поговорим о том у каких детей могут быть аутичные черты сегодня практически любая информация доступна всем все лежит в интернете в свободном доступе и я считаю что это просто замечательно любой родитель может взять например и пройти тест отек для определения присутствия аутичных черт у ребенка тест этот существует в разных версиях существуют также онлайн версии его очень просто и удобно использовать и очень легко понять результат родители которые решили ответить на вопросы этого теста обычно имеют на это какие-то причины какие могут быть причиной для того чтобы родитель в первый раз захотел пройти этот тест ну во-первых родители могут сами заметить отличие ребенка от сверстников могут заметить какие-то странности в поведении задержки в развитии педагоги в детских учебных заведениях могут сообщать родителям что есть повод для беспокойства какие-то другие люди может быть даже посторонние которые имеют опыт общения с особыми детьми обратили внимание что вот именно этого ребенка какие-то там несообразности в поведении и привлекли внимание у родителей к этим несообразностям может быть какие-то тревожащие признаки заметил врач-педиатр или какой-то еще специалист из тех которые должны следить за развитием ребенка ну и наконец родители могут просто перестраховаться и так сказать пройти этот тест просто для того чтобы быть уверенными что с их ребенком все в порядке и в общем я считаю что это замечательная как бы причина для того чтобы это сделать и в общем это означает что родители очень как сказать наблюдать за своим ребенком вот родители прошли этот теста так и допустим что теста так показал результат который тревожит тогда родители начинают себя спрашивать в чем же дело они проверяют себя повторяют тест потом могут идти к неврологу психологу еще каким-то специалистам и дальнейшее развитие ребенка и способы того как ему нужно помочь в развитии зависит от того по какой причине данный вот конкретный ребенок имеет аутичные черты есть сегодня так сказать в нашем мире довольно много детей у которых присутствуют аутичные черты но при этом это не является проблемой для их дальнейшего развития если выбран правильный подход к их так сказать обучению развитию этих детей правильной методики давайте же поговорим о том у каких же детей могут встречаться аутичные черты и когда это является именно реальной проблемой первая возможная причина это педагогическая запущенность в наш век высоких технологий некоторым людям кажется что компьютеры уже реально заменяют людей общаться можно с компьютером можно общаться с другими людьми и через ватсап через социальные сети если скажем родители выросли в подобной обстановке разделяют вот эту чистую веру во благо прогресса в грядущий искусственный интеллект который заменит живых людей то их ребенок зачастую оказывается один то есть человеческой точки зрения мама с папой находится на работе в социальных сетях в телефонах бабушки дедушки где-то далеко может быть их вообще уже нет ребенок большую часть времени предоставлен сам себе его помыли покормили и все дальше сам а сам он еще не умеет для того чтобы он мог сам что-то его сначала нужно научить потому что ребенок во многом рождается ну скажем так если сравнивать с компьютером то можно сравнить с компьютером без инсталляции то есть вот на нем еще операционная система есть но никаких приложений еще нет и поэтому чтобы ребенок так сказать научился правильно функционировать в окружающем мире родители должны очень много с ним общаться родители и окружающие люди то есть для того чтобы ребенок смог вписаться так сказать прогресс осознать его благо он должен дорасти до какого-то определенного уровня самоосознания для того чтобы ребенок мог нормально разговаривать и функционировать социуме он соответственно нуждается в общении с живыми людьми то есть например таблет или какой-то другой гаджет это недостаточно это совсем не то практика показывает что чем больше вокруг ребенка любящих и поддерживающих людей тем лучше в будущем ребенок будет себя чувствовать в социуме к сожалению ситуация где ребенок может общаться только с телевизором и с гаджетами в наши дни очень даже нередко взрослые находящиеся с ребенком например даже если это нянька платная за деньги она может выбрать не общаться с ним не развивать его а заниматься своей жизнью например тупить тот же телефон сидеть то в тех же социальных сетях и так далее это может происходить в самых обычных семьях то есть это не обязательно маргинальные семьи например там мама папа программисты гики не чувствуют вообще никакой потребности в дополнительном общении ребенок растет в уверенности что вот это правильно и что только так и выбор и бывает то есть по-другому просто не бывает и то есть есть в наше время очень много ситуаций когда ребенок просто недополучает общение внимание и не развивается так сказать в социальном человеческом плане просто потому что у него нету для этого подходящей обстановки ему не к чему применить свои природные способности и не на кому тренировать свои навыки общения я полагаю что основная масса таких детей все-таки растет в семьях где это может которые принято называть маргинальными но случится это может много где собственно например при по неопытность родителей если ребенок например на целый день остается с глухой бабкой пока родители работают еще какие-то варианты то есть это может происходить и в случае если аутичные черты ребенка обусловливаются чем-то подобным то при отсутствии других причин все может стать очень хорошо за очень короткий срок в тот момент когда ребенок попадает в подходящую социальную среду то есть например просто идет в садик или начинает заниматься со специалистами по развитию детей например идет к логопеду идет к дефектологу и вдруг оказывается что он совершенно замечательно способен говорить и делать то что нужно и так далее и развитие таких детей в общем то в будущем не отличается от развития обычных детей так что здесь просто нужно родителям обратить внимание на то как ребенок воспитывается другой вариант ситуации когда у ребенка могут проявляться аутичные черты это скажем назовем это в общем психологическими проблемами например ребенок перенес какую-то травму то есть травма может быть психологическая может быть физическая это может быть какое-то насилие со стороны взрослых это может быть развод родителей это может быть многое другое и о большинстве таких ситуациях обычно бывает очень грустно говорить такие дети получают серьезнейшую внутреннюю травму и они с ней не могут справиться и они просто закрываются ребенок который страдает от подобной травмы он нуждается в любящем окружении нуждается в постоянной поддержке нуждается в работе с психологами про это очень много написано и в общем если это случилось то это как бы грустно и хотелось бы чтобы это не случалось иногда для таких детей очень полезно если его родители начинают работать с психологами отрабатывают свои внутренние травмы и тогда вся семья как бы может исцеляться и в общем дальнейшее развитие таких детей сильно зависит от того смог ли ребенок преодолеть эту детскую травму часто последствия таких вот детских травм влияют на всю его дальнейшую жизнь собственно не надо далеко ходить надо вспомнить например изнасилование в детстве то есть все кто интересуется могут посмотреть есть очень много информации на эту тему ну и наконец самый грустный вариант когда у ребенка могут присутствовать аутичные черты это реальные повреждения центральной нервной системы то есть в этих случаях у ребенка по какой-то причине образуется реальная органическая проблема именно эти дети как правило получают диагнозы детский ранний аутизм раз и всякие там сопутствующие опытный невролог быстро отличит ребенка с педагогической запущенностью и ребенка с реальным повреждением ЦНС какие факторы приводят к повреждению центральной нервной системы на нашем канале есть другие лекции которые подробно рассматривают эти факторы поэтому давайте просто сейчас вкратце пробежимся какие факторы могут приводить так сказать к настоящему аутизму и к аутизму подобным состояниям у детей во-первых это внутриутробные факторы наиболее частой причиной аутизма у ребенка являются внутриутробные нарушения развития такие нарушения очень сложно предсказать соответственно сложно предотвратить потому что появление ребенка во-первых в материнской утробе то есть само зачатие и во-вторых его там развитие это очень сложный процесс там очень много чего может пойти не так и с моей точки зрения что вот при такой сложности и длительности всего процесса большинство детей все-таки рождаются здоровыми это чудо просто одно из заказательств того что всевышний присутствует в мире и продолжает его постоянно сотворять тем не менее известно некоторое количество факторов которые могут быть причиной внутриутробных нарушений развития а кстати могут и не быть то есть это тоже неоднозначно это могут быть некоторые вирусные заболевания матери во время беременности некоторые паразитарные или хронически инфекционные заболевания матери например таксоплазмоз некоторые заболевания ЗППП заболевания передающиеся половым путем все кто интересуется могут найти кучу информации на эту тему она есть одним из факторов являются гормональные нарушения у матери например нарушение работы щитовидной железы нарушение работы почек сахарный диабет какие-то другие заболевания такого типа также другие заболевания матери могут являться причиной того что нарушается внутриутробное развитие ребенка среди таких заболеваний например присутствует амилоидоз или другие нарушения обмена веществ в матери то есть как понятно что таких причин может быть очень много другим значимым фактором в появлении аутичных черт у ребенка могут являться осложнения от заболеваний то есть ребенок переболевает в младшем детском возрасте каким-то заболеванием например тем что относится к детским болезням и он может получить осложнения которые повредит его центральную нервную систему если внимательно посмотреть на описание течения детских болезней и их осложнения то практически любое вирусное заболевание которые относятся к классу детских болезней способны давать осложнения повреждающие центральную нервную систему то есть самые известные которые все время на слуху из-за прививок например корь, краснуха, эпидемический паратит, свинка, ветрянка все они имеют среди своих осложнений разные варианты энцефалитов которые повреждают центральную нервную систему и соответственно нарушают дальнейшее нормальное развитие ребенка есть естественно заболевания которые напрямую повреждают центральную нервную систему например тот же полиомиелит поэтому как бы здесь сразу возникает мысль о прививках и очевидно что сама идея прививок она очень хорошая то есть главное чтобы прививка была качественная ну и вероятно в эту же группу следует отнести осложнения от самих же прививок то есть например в официальной аннотации к прививке от кори присутствует энцефалит то есть энцефалит может быть одним из осложнений не очень редких но как бы может быть то есть это очень серьезное повреждение центральной нервной системы и хотя с прививками в общем на сегодняшний день вообще непонятно в основном из-за их состава из-за того что кому их стоит делать кому их не стоит делать в общем особенно в свете последних исследований того какие же прививочные штаммы присутствуют в этих прививках и что потом с ними происходит то действительно это очень сложная тема совершенно непонятная так что я думаю что просто надо подождать пока же наконец станет то есть исследователи найдут все побочные эффекты и все так сказать причины последняя группа факторов из известных нам которые могут приводить к поражению центральной нервной системы ребенка и к результирующему нарушению развития это некоторые виды нарушения обмена веществ у самого ребенка такие нарушения могут быть генетически обусловленными а могут быть ситуативными например в случае если ребенок недоношенный или там ребенок доношенный в общем но какая-то система все-таки не дозрела то есть это бывает довольно часто и во многих случаях если вовремя так сказать про это знать то это остается без последствий вот самый простой пример например ребенок родился с непереносимостью лактозы если это непереносимость лактозы полная то родители это как правило сразу замечают ребенка переводит на безлактозное питание после чего он в общем вполне нормально растет и развивается иногда бывает частичная непереносимость лактозы там есть разные варианты но в общем тоже это вещь которая весьма легко определяется специальными анализами и если есть малейшее подозрение то эти анализы стоит сделать и просто ребенку изменить систему питания у других детей может быть непереносимость молочных продуктов по более сложной причине например это может быть связано с врожденной ферментной недостаточностью даже если это ферментная недостаточность обусловлена скажем незрелостью внутренних органов ребенка например из-за недоношенности или еще из-за каких-то факторов то это может привести к отравлению организма ребенка метаболитами и к повреждению его центральной нервной системы и других систем организма тоже то есть если бы ребенка кормили в этом случае безмолочными смесями до того возраста когда все органы нормально дозревают то он бы нормально развивался и более того не имел бы потом никаких проблем с освоением молочных продуктов такие проверки никто не делает такие дети питаются сначала материнским молоком потом коровьим, козьим и так далее и часто бывает что когда родители вдруг поймут что у ребенка проблемы с молочными продуктами то ЦНС ребенка может быть уже вполне серьезно поврежденной и вред может оказаться даже необратимым очень настораживающим признаком является если у ребенка с детства есть например кожаные проявления типа атопического дерматита и всяких разных подобных это говорит о том что у него есть какая-то проблема с нарушением обмена веществ и есть риск того что вот это нарушение может привести к повреждениям и к нарушениям его развития как бы на сегодняшний день известно много вариантов нарушения обмена веществ у ребенка и в таких случаях диета введенной вовремя позволяет избежать повреждения центральной нервной системы самое известное из таких нарушений например это целиакия когда ребенок в принципе не может усваивать глютен и этот глютен наносит ему очень серьезный вред но бывает много других нарушений не столь очевидных как целиакия или там непереносимость лактозы но тем не менее при отсутствии соответствующей диеты они способны серьезно повреждать центральную нервную систему ребенка и другие системы детского организма спасибо за внимание всем хорошего дня до свидания